ITN Distribution Absentia Pictures One Wild Alpha Channel Films ITN Distribution и Absentia Pictures представляют Кровь крови моей, прими мою жертву богине. В глазах ее прекрасных горькое бремя моей судьбы мерцает. Богиня театра и вина, пусть кровь ее бежит быстрее и боль моих проступков снизит. И мытарь ни один подарок мой отнять не сможет. Я жизнь готов поставить, если будет нужно. Колокол зовет меня. Режиссер Иезекииль Деккер Ужель кинжал, я вижу пред собой. Уитни? В моей руке лежит он. Уитни, открой. Это не смешно. Детка? Поговори со мной. Смелей. Я рукоять сожму. Уитни, ответь мне, прошу. Но нет его. Куда он делся? Уитни! Детка, ответь мне, умоляю. Дорогой сна ведешь меня ты. И те же вещи все со мною. А наяву мне замысел кровавый мнится. Открой чертову дверь! Уитни! Уже все спит, природа отдыхает. И грезы разума дурны и непристойны. Уитни, ответь мне! Колдуньи восхваляют бледную богиню. Я выломаю дверь. И маг-убийца, тощий волк дозорный, будя злодейство, в мрачный час завыл. И сам злодей крадется к своей жертве. Идет как дух. Шагов моих, земля, не слушай. Не нарушай молчание грозных волнов. Опасность нам грозит. Иду. Пора. Уж колокол звонит. Не слушай звона тяжкого. Он предвещает рай или ад. Женщина под сценой. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уитни, новенький, о котором я рассказывал, просто ужас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пришел. Я пишу базовый код на питоне. Представляешь? Он его не знает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Питон? Язык. На котором мы работаем. О! Как прошло? Думаю, нормально. Наверняка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я просто ненавижу ждать. И что? Ничего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эдгар. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Объясни, зачем тебе это? В смысле? Мне кажется, было бы лучше, если бы мы жили вместе. Причём здесь это? Притом, да. Ты собираешься жить два месяца в гримёрке с чужими людьми ради неизвестной пьесы? Да, это так, но я вернусь, когда всё закончится. Ты этого хочешь? Они платят мне 50 тысяч. Зачем тебе это? Я хорошо зарабатываю. Я тоже зарабатываю, вернее могла, пока ты не вызвал скорую, и теперь у нас счёт на 30 тысяч. Ты умирала. Уитни, открой дверь! Ты бы умерла. Я достаточно зарабатываю. Это не то! Что? Что я хочу. Вот и всё. Ну пока. Субтитры создавал DimaTorzok Известный драматург покончил с собой в местном театре. Субтитры создавал DimaTorzok Не помешал? Нет. Слушай, что скажешь? Это красиво. Тебе первой включаю. Другие не слышали. Для меня важно поделиться с тобой. Это моя любимая музыка и мой любимый композитор, которого никто не знает. Его зовут Пётр Поланский Иванов. Скрипач и композитор. Он жил в России в начале 20 века. Умер в полной безвестности. Несчастный случай. Его практически никто не знает. Но спустя сто лет после его смерти музыкант Себастьян Деккарт из Бристоля обнаружил нотные тетради, принадлежавшие Иванову. Он сделал аранжировку. Эта музыка лучшая, что я слышал, и мы используем её в постановке. Это станет самым ожидаемым событием десятилетия. Удивительно, Иванов даже мечтать не мог, что публика будущего услышит его музыку и полюбит и её спустя век. Но всё равно писал. Я перешлю её тебе. Ладно. Это... Нет, 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 слушай. Писать и не знать, услышат ли её когда-нибудь. Да. Прекрасно. Да. Я бы играла в пьесе, даже если бы знала, что её не увидят. Вот такой настрой мне и нужен. Кстати, он назвал это произведение «Кровь призрака». Увидимся на репетиции. Нет. Не хочу. Почему? Привет, крошка. Ты Уитни, да? Да. Отличная куртка. Спасибо. И когда ты с ним работал? Лет шесть назад. Да, давно. В последнем фильме «Силуэт». Ясно. И как? Я был тогда мальчиком на побегушках, но было здорово наблюдать за его работой. Он великолепен. Эй, как ты? Рад видеть. Что нового? Что-нибудь знаешь о пьесе? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Уверена, это будет просто бомба. Не сомневаюсь. Меня зовут Терренс Дюрен. И я буду ставить пьесу «Презренные розы» покойного Хьюлита Джея Гранта. К сожалению, наш продюсер не смог сегодня присутствовать, поэтому я сам введу вас в курс дела. Да, эта пьеса — совместная работа театра «Париж-Холл» и «Куки Каттер», известной театральной компанией. Но это не важно. Все, что вы должны знать. Вы раньше не слышали об этой пьесе, потому что ее никогда не ставили за те 15 лет, как она была написана. По специальному требованию компании Грант, мы сожжем сценарий после премьеры, и эта пьеса никогда не будет показана публике. Прежде чем соглашаться, подумайте, готовы ли вы участвовать? Вы будете жить и работать в театре вплоть до самой премьеры, не выходя. У вас один час. Если решите покинуть нас, выход сразу за кулисами налево. Вы уходите без всяких вопросов. Но если я вернусь, а вы будете здесь, это знак, что вы готовы начать этот путь, куда бы он нас не привел. Увидимся через час. субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok, ДимаTorzok. Вроде бы да. Это просто здорово. А ты? Делину. Твою сестру. Сестру? Да, мне жаль. Потерпи, это только на сцене, да. Пора, дамы и господа. Вопросы? Начнём? С меня уже снимали мерки? Могу дать? Нет, не нужно. Начнём с нуля. Руки. Кем работаешь? Бористой. Ясно. Пахнешь кофе и средством для посуды. Сильно. Подними. Ты очень смелая, раз решилась. Смелая? Да. Актриса, которая до тебя играла, Пенни, погибла. Смерть была ужасной. Не дыши. Не дыши. Такое горе. Она умерла совсем молодой. Но она не была такой красоткой, как ты. Погоди, эту пьесу ставят впервые. Откуда другая постановка? Дорогая. Не успели поставить. Шли репетиции. Ричард Йоркский пленил короля Генриха. Отец, что нам делать? Это война, дорогая. Ничего не поделать. Присоединимся к Ланкастрам или Йоркам. Это не важно. Что значит это не важно? Похоже, отцу совсем не до войны. С тех пор, как его посетила Дионис. Дионис? Она принесла весть? Это не весть. Она требует жертву. Иначе наш дом падет в войне. Я ничего не понимаю. Кто играет Дионис? Помните, что это интерпретация и всю информацию зрители черпают из монологов. А это не смутит зрителей? Я верю в современного зрителя. Не сомневаюсь, он разберется в замысле автора. То есть я должен произносить свои реплики в зал, будто обращаюсь к той, кого нет? Нет. Произноси все так, будто она здесь. Понимаешь? Я не буду изменять сценарий без нужды. Поставим так, как было задумано. Ясно? Уитни, прекрасно. Марко! На сцене темно, добавь света. Первое репетиция прошла отлично. Что ж, спасибо. Думаю, нас ждет успех. Да, да, уверена. Знаешь, меня поражает, как пусто у тебя в гримёрке. Просто я совершенно равнодушна к вещам. Не перестави удивляться. Кстати, у тебя сейчас репетиция. Фил иногда бывает невыносим, но ты не обращай на него внимания, все будет хорошо. Будь самой собой. Хорошо. Ладно. Эй, стой. Это... Правда, что пьесу уже пытались ставить? Да, было. Но что-то не получилось, насколько я знаю. Это безопасно? Безопасно? На сцене много актёров, ты не одна. прости. Глупый вопрос. Ничего страшного, мы же команда. До встречи. Надеюсь, ты не против? Если до самой премьеры я буду называть тебя Пенни, чтобы не выходить из роли. Ладно. Презренная роза Хьюлетт Джей Грант Отец должен выбрать, кого из дочерей принести в жертву богини Дионис, чтобы вернуть долг и помочь семье выжить в войне роз. Редкая дрянь, но с этим можно работать. А мне пьеса нравится. Фауст с некоторой примесью Дэвида Мэммотт. Я думаю, решение сделать Дионис богини, а не богом, просто дань моде. Я слышала, что Грант, написав пьесу, покончил с собой. Ему просто стало очень стыдно за себя. Расскажи об отце. Зачем? Я играю твоего отца. Итак, расскажи о нем. Я не знаю своего отца, так что... Стоп. Не делай этого, Пенни. Что именно, отец? Прекрати вздыхать каждый раз прежде, чем что-то сказать. Что хочу, то и делаю, отец. Если хочешь показать зрителям, как тебе скучно, то продолжай. Я подумаю, сэр. Мне больше нравится отец. А мне нравится, когда ты не в образе. А у нашей скромной девочки с большими глазами есть зубки. Да, есть. И где Терренс откопал такое чудо? У залива в Истсайде. А тебя где? Да какая разница. Главное, что здесь хорошо платят. Еще хотелось бы наград. Дело не в наградах. Расскажи это другим, не мне. Дай реплику. Ладно. Отец, я не хочу умирать. Это слишком. Давай начнем с чего-то более игривого. Это отец и дочь. Мы актеры. Давай. Хорошо. Но мне бы не хотелось все сводить к банальной сексуальности. Ты актриса. Запомни, хорошая игра заводит больше, чем секс. Давай. Ладно. Отец, скажи, чем ты расстроил Дионис? Я не расстраивал ее, Пенни. ведь она дала нам все это. Какой ценой? Дионис дала нам эту землю, этот замок. Благодаря ей мы неимоверно богаты. Если я захочу, то смогу купить всю армию ланкастеров. Ты так ослеплен жадности, что совсем забыл о маме? Еще раз напомнишь мне о матери, и я изобью тебя так сильно, что ты пожалеешь, что не отправилась следом за ней прямо в ад. Может, я того и хочу, отец. Ведьма. Хорошо. Очень хорошо. Давай еще сцену. Может, сам выберешь? праздновать. Что делаешь? Я собираюсь спать. Вообще-то сегодня у нас первый рабочий день. Я думаю, что это стоит отпраздновать. Не лучшая идея. Брось. ведь сестры Перриш могут немного выпить перед завтрашней репетицией. Ну, ладно. О, боже. Я не пила водку со школы. Веришь в чертовщину? Думаю, некоторые мысли в нашей голове пострашнее какой-то чертовщины. Говорят, презренная роза проклята. В каждом театре всегда найдется такая пьеса, про которую говорят подобные. Представь сотни проклятых пьес. Ты классная. Ты не такая, как другие. Ты сейчас говоришь о людях из театрального мира? Да. и вообще о всех людях. Люди театра такие напыщенные, претенциозные. Именно так. Слово тоже такое претенциозное. Полностью согласна. Да. претенциозное. Что не так? Я пожертвовала почти всем, чтобы получить роль. Вот так. и никто не знает о моей жертве. Но я всем докажу. Эй, знаешь, в жизни если стоит по-настоящему чем-то жертвовать, то только ради любви. Нет такой любви. Мир рухнет, если величие победит любовь. Любовь. Нет. Не могу. Я прости. Прости меня. Я пойду. Я прости. нет, нет. 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 кровь крови моей. Прими жертву богиня. В глазах ее прекрасных горькое бремя моей судьбы мерцает. Богиня театра и вина, пусть кровь ее бежит быстрее и боль моих проступков снизит. И мытарь ни один подарок мой отнять не сможет. Я жизнь готов поставить, если будет нужно. отец, я не хочу умирать. Стоп. Прости, что прервал. Как тебе? А тебе? Хорошо. То есть тебе нравится то, что ты делаешь? Да. Еще раз. Ладно. Кровь. Нет, не ты, Филипп. Прости. Уитни, скажи реплику еще раз. Хорошо. Отец, я не хочу умирать? Да. Отец, я не хочу умирать. Что это значит? То, что Пенни боится смерти? Нет, боишься смерти ты, а не Пенни. Ясно. Отец, я... Нет, нет, пока не нужно. Филипп, попрошу, дай нам минутку. Уитни, ты профессиональная актриса, и значит, ты знаешь, что такое подтекст. Как ты думаешь, что Пенни имеет в виду, когда она говорит, я не хочу умирать? Она не знает, что там на другой стороне? Да. Нет. Ответь мне. почему ты вдруг решила стать актрисой? Мне это нравится. Я давно играю на сцене. Почему? Мне приятно чего-то добиваться. Добиваться? Но можно чего-то добиться, занимаясь чем угодно. Ты могла стать сантехником или ремонтировать машины, работать на ранчо, забивать сваи. Почему именно актриса? Мне кажется, я хорошо играю. Это чушь собачья. Этому учат, как и всему остальному. Почему именно актриса? Мне это нравится, что ты хочешь услышать. Но ведь твоя мать отказалась от карьеры актрисы. И все ради тебя. Причем здесь моя мать, черт возьми? Это из-за нее? Нет. Нет. Это мне нужно. Моя мать здесь ни при чем. Зачем тебе это? Чтобы просто жить. Жить. Мы все умрем, Уитни. Я хочу, чтобы мое имя что-то значило. Хочешь, чтобы твое имя что-то значило? Молодец. Пенни тоже этого хочет. А теперь скажи это так, как сказала бы Пенни. Отец, я не хочу умирать. Еще раз. Отец, я не хочу умирать. Еще. Отец, я не хочу умирать. Да. Прервемся. Марко, можешь пообидать. Продолжение следует... Колокол зовет меня. Мне понравилось. Шотландец в исполнении женщины. Против правил, но у тебя получилось. В материале пьесы присутствуют некоторые безумия, которые, я полагаю, необходимы для роли, которую ты исполняешь. Немного безумия не помешает, как думаешь? Кто вы? Эдгар Бентли, продюсер. Не могла бы ты положить нож? О, да. Простите. Ничего. Меня не пугают красивые женщины. Правда, ты немного бледная. Ты должна расцветать на сцене. Полагаю, Терренс взял тебя не за красивые глаза. Может, у вас есть какие-то замечания по моей игре? Очень технично, мисс Уитни. Игра – это живая реальность в воображаемых обстоятельствах. Мейснер. Верно. Но что, если актер так вжился в роль, что обстоятельства становятся для него все более и более реальными? Что, если станет невозможно отличить, где заканчивается реальность, и начинается актерская игра? Тогда я больше не буду играть. Это эмоции. Я советую тебе быть осторожнее в этих стенах. Не все здесь то, чем кажется на первый взгляд. Ходят слухи. Зачем здесь нож? Страх подстегивает людей. Страх у Уитни подстегивает людей. Без страха. Джош? Уитни. Как дела? Пришел домой. Хотел узнать, как ты. Да, вроде все хорошо. Слушай, я хотел извиниться за то, что вел себя как законченный эгоист. Алло. Уитни. Алло. Уитни. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И кто тебя держит? Кто-то... Внутри... Этих стен... Что за хрень ты несёшь? В следующий раз... Я тебя... Даже... И не вспомню... Иногда... После смерти... Имя... Остаётся... Только... В памяти... Живых... Ты должна... Мне верить... Уходи... Сейчас... Я пытаюсь... Помочь... Тебе... Эдгар, что с тобой? Колокол... Зовёт... Меня... Я хочу... Помочь... Открой дверь... Уитни! Открой чёртову дверь! Уитни! Я хочу... Помочь тебе! Хватит! Уходи! Открой дверь! Открой дверь! Открой дверь! Уитни! Уитни! Прошу... Открой чёртову дверь! Открой чёртов... Открой чёртов... Холодный... Я попросил вас собраться... чтобы сказать... Привет, Уитни, присаживайся. Не буду ходить вокруг да около. Сообщаю, что Джесси нас покинула. Собрала вещи и уехала. Она так радовалась этой роли. Сказала, что пьеса не в ее стиле, вот так. Небольшая постановка. Что ты сказал? Небольшая? Мы слишком малы для тебя. Театр сможет вместить твой гений? Слушай, 21 век еще не видел такой пьесы. Неважно, какого она размера. Подумайте об этом. И что дальше? Дальше все просто. Филипп и Уитни репетируют. Марко, ты продолжишь заниматься светом. Есть. Эмбер, я бы хотел увидеть новые костюмы сегодня через пару часов. Ясно. А я попробую найти замену Джесси. На этом все. Спасибо. Спасибо. Уитни репетируют. Она. Спасибо. Кровь крови моей, прими мою жертву, богиня. В глазах ее прекрасных горькое бремя моей судьбы мерцает. Богиня театра и вина. Пусть кровь ее бежит быстрей, и боль... Филипп! Филипп! Колокол зовет меня. Ты у Этни, да? Подойди. Присядь. Что происходит? Тебе не помешает выпить. Это какой-то глупый розыгрыш? Я хочу поговорить. Присядь. Я сплю? Сколько тебе лет? Что происходит? Ты знаешь Анну Миндьяна? Нет. Юная девушка. Дар небес. Она талантливый художник, скульптор. Погибла, выпав из окна своей квартиры с 34 этажа. Ева Гесса. Художница и скульптор. Рак мозга. Ван Гог. Стрелял в себя из револьвера. Умер через два дня. История всегда предпочитает воспевать мертвых мужчин, пренебрегая женщинами. Но суть вовсе не в этом. А в чем суть? Искусство переживет нас. Я должна умереть? Нет. Нет, Уитни. Ты здесь, чтобы жить так долго, что и представить не можешь. Кашмар. Это ты? Что? Зови меня, Филипп. Филипп, что ты здесь делаешь? Ты так кричала. Хотел помочь. Да, кошмар приснился. Об этой постановке? Вроде. Знаешь, один из моих учителей по мастерству, Фредди, он любил говорить, что призраки актеров прошлого живут под сценой и преследуют нас. И когда мы выходим, трепеща на сцену к нашим зрителям, эти призраки набрасываются ругают, издеваются, напоминают, что мы никто. Да, в словах Фредди есть доля правды. А правда глаза колет. призраки пугают нас, чтобы мы помнили об этом. Но ты хочешь славы и власти, а судьба благоволит смелым. Нужна смелость, чтобы помнить, что у всех свои призраки. Все боятся. ты иди, напугай их всех, и они будут целовать твои ноги и возлагать цветы на могилу. Будь моей целью любовь отца, я бы просто жила, но мои дни сочтены, и проклинать свою судьбу бесполезно. Дионис склоняет отца отвергнуть ненужные розы. Ад ожидает женщину, чей отец... Подожди, извини. Марко, добавь света. Спасибо. Продолжай. Ладно. Дионис склоняет отца отвергнуть... Остановись. Вдох. Сначала. Хорошо. Дионис склоняет отца отвергнуть розы, которые... Нет, прости. Прости, у Витни, что прерываю, дело не в тебе. Просто чего-то не хватает. Марко! Ты можешь, наконец, сделать чертов свет ярче? Спасибо. Еще раз. Дионис склоняет отца отвергнуть розы. Слово «склоняет». Сделай на нем акцент. Я потом тебе объясню, почему. Еще раз. Ладно. Дионис склоняет отца отвергнуть розы. Не похоже, что тебе все равно. Тебе плевать на отца. Плевать на Дионис, на богов. Еще раз. Дионис склоняет отца отвергнуть. Это вовсе не смешно. Я актриса или безмолодная кукла? Нет, я взял тебя на эту роль, потому что верю в тебя. Я хочу помочь. Хочу увидеть, как твоя актерская карьера устремится ввысь, как ракета. Или она упадет и сгорит, как истребитель. Послушай, сделай то, о чем я прошу. Или ты получила главную роль в пьесе, и тебе не нужен режиссер? Ты сама решаешь, как играть? Просто делай, как я говорю. Верь мне. Это моя роль, и я сыграю ее так, как это чувствую. Марко, можешь светящийся шар здесь повесить? Я пошел, удачи. Ладно. Чем помочь? Привет. Ты Уитни? Я... играю твою сестру, Делину. А ты кто? Что-то не так? О, нет. Прости. Мне просто ничего не сказали о тебе. Я очень рада. Слышала о тебе много хорошего. От кого? От Эмбер. Я слышала, что предыдущая актриса неожиданно уволилась. Да, именно так. Мне очень жаль. А ты не знаешь, почему она уволилась? Страх сцены. Страх сцены. О, я никуда не уйду. Хорошо. Не забудь. Надвигается буря. Завтра вечером возьми свой зонтик. Такой простой способ умереть. Верно? Непростой. нож в горло, холод, боль и мрак. Её акцент меня убивает. Говорят, он жалит. Раз жалит жизнь, то смерть тем более. Скажи, а может, ты сама этого хочешь? Чего? Нож в горло, холод, боль и мрак. Моя кровь не менее цена, чем кровь отца. Он потратил всё на ножи, одежду, выпивку и шлюх. Нож в горло, холод, боль и мрак? Наша семья – раковая опухоль на теле жизни. Повтори. Уитни. Этого нет в тексте. Давай. Уитни, что ты делаешь? Нож. В горло. Холод. Боль и мрак. И мрак. Ладно. Что ты устроила? Дай нож. Я хочу увидеть страх. Дай нож. Ты что, порезалась? Всё нормально. Нет, не нормально. Завтра генеральный прогон. Ты нужна мне целой и невредимой. В театре будет куча критиков. Я справлюсь. Иди и поработай над своим акцентом. Уверена, что парочка порезов небольшая жертва. Мне не нужна твоя кровь на сцене. Нужна. Перерыв 10 минут. Эй, можно? Конечно. Мне не жаль. Шарк. Да. Слушай, забудь об этом. Я хочу пригласить вас всех вечером к себе на ужин в 8 часов в знак благодарности. Джейд уже нам всё сказала. Ладно. Слушай, я не хочу... Всё в порядке. Хорошо. Уитни, я хотел сказать, ты отлично играешь. Спасибо. Если честно, я сказал ей, господи, как будто вчера это было. Забирай всю одежду, но я хочу ботинки. Даже не знаю, чего я так прицепился к этим ботинкам. Как мило. Я думаю, в пьесе поднимается интересный и важный вопрос в монологии Пенни. Где? Там, где люди и мужчины, и женщины не знают, чего хотят. Такая простая мысль. Хорошо. И какой вопрос? Что движет теми людьми, которые не понимают, чего хотят? Пьеса отвечает на этот вопрос. Даже когда люди сводят счёты с жизнью, они всё равно хотят жить. Практически все, кто прыгнул с моста «Золотые ворота» и выжил, сказали, что пожалели об этом в тот момент, когда прыгнули. Интересно. Выжить наш основной инстинкт. Именно с этим инстинктом Пенни сталкивается. Ей приходится смириться со своим смертным приговором. Она получает этот приговор, ничего не совершив. Пьеса современная. Я бы не преувеличивал. Почему? Современное искусство может опираться на любые исторические мифы и легенды прошлого. Возможность использовать исторический контекст не делает искусство лучше. Не нравится пьеса? Отвечу. Мне нравится материал этой пьесы. Но мне сложно рассуждать об искусстве перед премьерой. Я только знаю, что Грант был пьяницей и бродягой, помешанным на древнегреческой мифологии. Большинство греческих писателей были пьяницами, одержимыми историей. Жизнь изменилась. Ведь лучшие актеры и исполнители те, кто может воплотить фантазии и делает это профессионально. Зачастую для этого вовсе не нужна харизма. с появлением интернета изменилось само отношение к искусству. Художники всегда будут ценить искусство. И внутри каждого из нас есть художник. Пусть я зануда, но ты наивна. А ты зануда. Рассуждаешь примитивно для человека твоей профессии. Нарываешься. Все, хватит. Этот разговор может завести нас далеко. Остановитесь. Пока мы не разошлись, я хочу сказать каждому из вас, как сильно я ценю ваше участие. Начнем с тебя, Уитни. Должен отметить, что ты вжилась в роль Пенни. Это невероятно. Джейд, благодаря тебе круг замкнулся и все получилось. Филипп, очень хорошо. Твоя великолепная, потрясающая игра выворачивает душу наизнанку. Спасибо. Спасибо, друг. Марко, слушай, я много раз тебе это говорил и готов повторить при всех. Ты живое доказательство того, что в любом деле нужен профессионал. Ты много сделал. Спасибо. И Эмбер, ты наполнила постановку цветом. Спасибо тебе. А теперь я хочу поднять бокал за предстоящую премьеру. колокол зовет. Колокол зовет. Колокол зовет. Играть с вами было здорово. Хочу поблагодарить за то, что пригласили меня. Выпьем за Джейд. Нет! Джейд, расскажи, как ты стала актрисой. О, боже. Ладно. Мои родители работали в театре. И отец с детства предлагал мне небольшие роли в своих спектаклях. А, теперь понятно, почему ты так хорошо держишься на сцене. Спасибо огромное. Не за что. Ты думаешь, она талантливая? Слышите, как лес шумит? Да, талантливая. Да, конечно. Ее родители работали в театре, и поэтому она талантлива. Пенни. Это неприлично. Ладно. Пошел ты, Филипп, вместе со своей школой актерской игры. Меня зовут не Пенни, я Уитни, и ты не мой отец, и поверь, совсем не Дэниел Дэй. Еще вина, Уитни, еще. Ладно. По правде говоря, ты тоже точно такой же, как они. Мой черед? Да. Ладно. Наверняка ты унаследовала много денег, семейный бизнес, окончил какую-нибудь престижную театральную школу, верно? И твой режиссерский дебют – это пьеса, за которую многие режиссеры были готовы умереть, а тебе для этого не пришлось пальцем даже пошевелить. Ты богатенький мальчик из хорошей семьи, которому и делать ничего не надо, ведь ты у нас родился с серебряной ложкой во рту. Ух ты. Рассуждаете с умным видом об искусстве, но вы просто кучка паршивых ублюдков. Что вы можете понимать в этой жизни? Не суди по себе. Я лично родом из глуши. Хорошо. Я знаю, я уверена, что я единственная среди вас, кто всего добился сам. Бегала на прослушивание, работала за гроши, бралась за любую работу. Кстати, я всю жизнь еле свожу концы с концами. Ясно. И моя награда, моя награда за все это, моя чертова награда – видеть, как умирают мои мечты, когда я смотрю в зеркало. Хочу за нее извиниться. Вы думаете, что знаете, что такое актерская игра? Так вот, нет, вы ни черта не смыслите в этой жизни, ни черта. Знаете что, идите вы все к черту, понятно? Как тебе не стыдно? Мне стыдно всю жизнь. Почему сейчас должно быть иначе? Иди домой и отдохни. Иди. Что хочу, то и делаю. Нет, ты не у себя дома. Я вызову такси. Слышишь? Мне не нужно это чертово такси, Терренс. У меня какие-то видения. Не понимаю, что происходит. Мне снятся кошмары, и я постоянно чего-то боюсь. И я, я хочу всем понравиться. Но у меня такое чувство, что меня все ненавидят. Мне приходится притворяться, что все в порядке. Я все время вынуждена лгать и изворачиваться. Может, поэтому я и стала актрисой. Ведь мне приходится врать и говорить, что у меня все хорошо, а на самом деле мне постоянно хочется вскрыть тебе вены. Эй. Уитни. Слушай, слушай меня. Эй. Есть куда пойти? Да. Тогда поезжай. Хорошо? Хорошо? Это важно. Ладно. Слушай. Дыши. Дыши. Я вызову такси. Я сейчас. Что случилось? Можно? Да. Входи. Слушай. Прости. Прости меня. Прошу. Эй. Все хорошо. Дыши. Давно ты так не напивалась. Апельсиновый сок. Выпей. Спасибо. Вижу, ты успел прибраться. Просто поддерживаю порядок. Можно бокал вина? Ты уверена, что нужно? Что случилось? Я... Я... Ладно, забудь. Знаю, у тебя всякое в жизни случается. И не всё из этого меня касается. Понимаю, но это не значит, что я не могу поддержать тебя. Хочешь, я отвезу тебя в театр? Не придётся долго ехать на метро. Нет, не нужно. Правда. В чём дело? Всё нормально. Просто мне срочно нужно в театр. Спасибо за ночлег. Уитни? Давай, пока, Джош. Богиня театра и вина. Пусть кровь её бежит быстрее и боль моих проступков снизит. И мытарь подарок мой отнять не сможет. Я жизнь готов поставить, если будет нужно. Отец, я не хочу умирать. Значит, всё? Нож в горло, холод, боль и мрак? Люблю тебя, Пенни. Ясно. Но у любви есть цена. Боюсь, что да. На колени. На колени. Дай руку. Он настоящий? Руку. Какого чёрта? Отвали, почему у тебя настоящий нож? Терренс, сделай что-нибудь. Помогите. На помощь. Что происходит? Дамы и господа. Минуточку внимания. Я прошу вас встать и... Терренс, это настоящий нож. ...направиться к выходу из зала. Администратор проводит вас. Спасибо, что пришли. Что? Что это? Литни! Я думал, ты поняла. Но, видимо, я просто убедил себя, что ты поняла. Что это такое? Собираешься убить меня? Нет, конечно. Я тебе не верю. У тебя нет выбора. Положи нож. Положи. Прошу, положи нож. Фил. Какие слова она сказала публике, которую я попросил уйти, потому что кто-то перестал играть? Ты сказала, что у любви есть цена. У любви есть цена. Давай громче. У любви есть цена. Да. Любовь у Витни. Истинная любовь имеет цену. Чтобы понять это, ты останешься здесь. Колокол зовет меня. Ты не забыла? Зачем ты здесь, Витни? Ты обещала самой себе. И каждый день нарушаешь это обещание. Почему? Чего ты хочешь? Главное, чего хочешь ты, Витни. Я хочу домой. Ты всегда знала, что искусство требует жертв. Ты лишь не могла правильно оценить величину этой жертвы. Это просто дурной сон. Нужно проснуться. Каждый художник видел, как его мечты превратились в кошмары. Что я должна сделать? Я хочу уйти! Ты все уже давно решила. Ведь именно этого ты всегда хотела. Ты и так говорила. Скажи, Витни, все это время, когда ты хотела покончить со всем, что тебе мешало? Я передумала. Но ты всегда говорила, что актерская игра смысл твоей жизни. Я изменилась. Мы знаем, что ты все та же напуганная девочка, мечтающая о том дне, когда она наконец сможет прославить свое имя надолго в веках. Я не хочу за это умереть. Представь, как ты могла бы жить, добившись этого. Я хочу большего. Это голод, который невозможно утолить. Я недостойна. Достойна. Достойные уходят рано. Многие умерли там, где ты находишься сейчас. И я когда-то заплатил эту цену. Присоединяйся к нам, если хочешь. Иди к нам. Ты можешь жить вечно после смерти. Живи вечно после смерти. Ты сможешь жить вечно. Вечно. Не самый плохой путь. Пей. И верь мне. Как это сделал Хьюлит Грант. И живи вечно. Как живет он. В твоей игре. Колокол зовет меня. Колокол зовет меня. Исаак пришел, призванный своим отцом. Его должны были принести в жертву. Но такая судьба не постигнет меня. Должна ли дочь отнестись к этому хладнокровно? Все мы обязательно умрем. Но могу я хотя бы узнать, чего хочу? Разве жизнь – это исполнение наших желаний? Нет. Жизнь – это сцена, которая горит под ногами, а люди не знают, чего хотят. Чего хочу я? Чего хочу я? Смысла? Отцовской любви? Я бы написала об этом в каждой книге или письме, отправленном туда через тысячи лет. Мифы и легенды привлекают, но мы их не заслужили. Нет. Люди, которые не знают, чего они хотят. Их придумали те, кто идет следом. Пусть наша вера поможет им сделать выбор. Пора на сцену. Сейчас. Что-то не так. В смысле? Не знаю. Такое чувство, что наш продюсер что-то задумал. Ты нервничаешь. Твоя сцена через минуту. Ладно. Странно. Как бы мне хотелось стать жертвой веры и оговора. Ты стучал ко мне? Меня похоронят. Что случилось? Ты сейчас стучал ко мне? Нет. Что случилось? Осталось взглянуть на деяния рук своих. Почему? Почему я? Слушай, Пенни. Ты знаешь, Дионис дала нашей семье все. А мама? Ты сказал ей это перед смертью? Я тоже принес свои жертвы. Я должен был принести мир в мой дом. Мир в мои владения. Тебе, твоей сестре и твоей матери. Ты не смеешь упрекать меня в ее смерти. Ударь меня. Что? Давай, прошу. Изо всех сил. Я не хочу, отец. Пора повзрослеть и научиться жертвовать. Я бы пожертвовал каждую каплю крови ради тебя. Но не мы решаем, что нам терять. Завтра в полдень. Заварили мы кашу. Уитни. Отстань. Надо поговорить. Давай поговорим. Я остановлю спектакль. Нет. Все хорошо. Ясно. Но ты не готова. Успокойся, прошу. Я столько сил вложила в эту роль. Нет, слушай. Выслушай. Я репетировала. Дело зашло слишком далеко. Почему? В смысле далеко? Уитни. Я... Я... Джош? Джош? Уитни? Ты что, купил билет? Не смог купить. Но я принёс цветы. Такая… Это традиция. Нет, не нужно. Ты должен уйти. Ты испачкалась. Это… ерунда. О, богиня Дионис! Вот ты… Что? Вот ты… Добилась чего хотела. Да. Извини, тебе нельзя здесь находиться. Ясно? Наверное… Трудно совмещать любовь и актерскую карьеру. Красивые цветы. Люблю тебя. Я хотел сказать… Прости, что не оправдал надежд. Я старался. Да, ладно. Принеси цветы, когда всё закончится. Богиня театра и вина, пусть кровь её бежит быстрее и боль моих проступков снизит, и мытарь не один подарок мой отнять не сможет. Я жизнь готов поставить, если будет нужно. Отец, я не хочу умирать. Значит, на этом всё. Нож в горло. Холод, боль и мрак. Люблю тебя, Пенни. Да. Но у любви есть цена. Ну что, ты готова? Ты готова? А что по другую сторону? Я знаю, что мы должны отречься от жизни, чтобы умереть. Нож в горло. Холод. Боль. И мрак. Колокол зовёт меня. 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 substitute. Городи. Боль. Выхож Lives Matter. И тащи. Вам без Fried系нина? Спасибо. 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 Чай будешь? Yes. Откуда этот фартук? Только не говори, что работаешь в кафе. Чтобы не скучать. Денег, которые мы тебе выплатили, хватит, чтобы оплачивать эту квартиру и разные развлечения, чтобы не скучать. Это не для меня. Это не для тебя. Да. Не понимаю, как я мог взять на такую важную роль человека, о котором мало знаю. Ну, теперь уже всё позади. Будто ничего не было. Почти. Почти. Похоже, ты разочарована. Ну, я буду об этом помнить какое-то время. Наверняка. Верно. Как там Бентли? А кто это? А кто это? Продюсер. Его зовут Роберт Барнс. Не думаю, что вы знакомы. Не важно. Знаешь, я несколько удивлён, что у тебя нет алкоголя. Зачем тебе нужно было убедить меня, что я умру? Поверь, я ни в чём не убеждал тебя, Уитни. Год назад пришёл Роберт Барнс и спросил меня, есть ли что-нибудь необычное, что можно поставить. Я рассказал ему про пьесу «Презренные розы». Мы подали заявку. Получить права было сложно. Основным условием было то, что мы должны поставить что-то настоящее. Реальное. Чего никто не видел. Значит, это было развлечение для тебя и твоих дружков? Конечно, нет. Я и представить не мог, что ты убедишь Филиппа, что тебя нужно убить. Знаешь, Уитни, это было божественно. Я думала, что умру. Посмотри на себя. Это и есть игра, Уитни. Правда. Подумай о молодых начинающих актёрах, готовых копаться в любой грязи, чтобы получить завалящую роль. У бедолаг нет и половины того, что было у тебя. Мне никто даже близко не давал такого шанса, который я дал тебе. Оно того стоило. Даже жизни. Да, и жизни тоже. Жизни очень многих. Поэтому их помнят. Слагают о них легенды и любят. Скажи, что я не прав. Слушай, маленький секрет. Суть в том, что рано или поздно каждый заключает сделку. Ты великолепна, Уитни. Правда. Я хочу с тобой работать. Прочти. Если понравится, позвони. Знаешь, когда работаешь над такой ролью, отдаёшь часть себя. И это невозможно вернуть. А ты хочешь? Спроси себя. Спасибо за чай. Не провожай. Не провожай. Возьми. Каких. Возьми. Нахот. Только я ладу. Не провожай. Не провожай. Я ладусь. Нахот. Не провожай. Нахот. Нахот. Я ладусь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В главных ролях Джессика Дон Уиллис Субтитры создавал DimaTorzok В фильме снимались Филипп Костиган, Эйприл Хартман, Эшли Спайсер, Роберт Геммелих и другие Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok